Итак, начнем с битвы за урожай. Так не иначе, многие аграрии называют нынешнюю уборочную кампанию. Причина – погода. Как говорится, бросает то в жар, то в холод. Сначала зерновые страдали от засухи, позже – от затяжных дождей. Несмотря на все сложности, продовольственная безопасность страны не пострадает. Об этом не раз говорили на многих уровнях, как о дисциплине и хозяйственности на земле. И вот сегодня президент еще раз призвал руководителей регионов к соблюдению технологии во время уборочной. От этого во многом будет зависеть успех всей кампании. Когда в стране ожидается недобор хлебов, особенно важно пополнить закрома кукурузы, считает Александр Лукашенко. При этом мощностей в стране хватает. И если не нарушать технологический процесс, удастся собрать максимальный для этого сезона каравай. Выходить в поле, не готовым технологически к посеву, нельзя. Просто не надо сеять. За это ответят губернаторы и соответствующие министерства на всю катушку. Хватит уже дурью заниматься и обманывать самих себя. В пустую, как крестьяне говорят, землю, зерно, класть преступную. Подготовьте, как надо, почву и посейте в агротехнические оптимальные сроки. С соблюдением полностью агротехники. Не успеваете – не делайте. Губернаторы, если какие-то руководители предрайсполкома это не успевают делать, отдайте эти земли тем хозяйствам и предприятиям, которые нуждаются в зерне прежде всего. Но это надо сделать сейчас, чтобы они вовремя могли подготовить почву и посеять, и забрать это зерно. Почему надо сегодня быстро закончить? Для того, чтобы подготовить комбайны, те, которые будут работать на уборке кукурузы, и крестьян, механизаторов подготовить к этому. Кукурузу потерять нельзя. Она даже в Витебской области даст зерно. Надо законсервировать зерно кукурузы, положив ее в полиэтиленовый рукав. Прекрасный корм, и не обязательно ее сушить, но с соблюдением технологий. Что касается темпов, то в стране уже убрано свыше 65% полей. Первыми и пока единственными миллионный рубеж преодолели аграрии Минской области. К этой отметке приближается Брестская область. Здесь намолотили более 860 тысяч тонн. Почти на 100 тысяч меньше в Гродненской и примерно вровень идут Гомельский, Могилевский и Витебский регионы. Также на совещании у президента речь сегодня шла о другой продукции сельского хозяйства. В частности, молоке и мясе. Нужно понимать, отметил Александр Лукашенко, что в ближайшее время спрос на нее возрастет на внешних рынках. Задача строительства тех комплексов и модернизация старых ферм, которая была намечена еще, может быть, 5 лет назад, остается актуальной в части недостроенных этих самых молочно-товарных комплексов. Мы знаем, как работать с птицей. Птицеводство развито. Свиноводство. Тоже мы понимаем и знаем, как работать, особенно в условиях, когда Россия практически выразила свинопоголовье. Африканская чума. Нас эта беда тоже не миновала, поскольку оттуда эта беда идет сюда и туда, в Европу. Вы видите, что страдают в свое время. Мы тоже спохватились, предприняв самые жестокие меры по сохранению свинопоголовья и строительства комплексов, которые были поручены каждой области. Поэтому мы сегодня со свининой. И значимость мяса и молока впредь будет возрастать. Прежде всего, на нашем основном российском рынке. Вчера, сегодня уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают. Обосновывается причина подорожания, поскольку сырье дорожает. То есть нет мяса. В России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках, но не забывать о своем внутреннем рынке. Президент подчеркнул, что приоритетным остается именно внутренний рынок. Александр Лукашенко обратил внимание, что роста цен быть не должно. За это жесткий спрос не только с главы профильного ведомства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...